Год назад в России случилась беда. Выборы в Государственную Думу сфальсифицировали. И сегодня граждане вышли для того, чтобы отметить годовщину собственного нечаянного протеста. Никто не ожидал, что 5 декабря 2011 на чистые пруды выйдет от 8 до 10 тысяч человек. Просто потому, что привыкли к апатии. Но люди вышли. Это были те, кто наблюдал за так называемыми выборами. И считал голоса. Они видели собственными глазами, сколько набрала партия жуликов и воров. От 17 до 27 процентов. А наутро Чуров объявил фирменные 146. И терпение граждан лопнуло. У нас на участке был идеальный порядок. Все права наблюдателей соблюдались. Никаких препятствий не было. Все было аккуратно подсчитано под видеокамеру. Единая Россия заняла 17 процентов. А третье место я был целые сутки в эйфории. Мне выдали копию протокола с печатью, с подписью. Но через сутки обнаружилось на сайте Чурова немножко другие результаты. И именно поэтому вы здесь? Ну, в том числе сегодня. Вот я именно поэтому нарисовал такой плакат. Он подтверждает, что власть у нас занята оккупантами незаконно и путем фальсификации. Приятно видеть, как я уже другим журналистам говорил, что здесь много граждан, которые постоянно не активничают. То есть, которые сочувствующие. А где ж много граждан-то? Мало же граждан? Ну, в процентном отношении, я разумею. Как вы считаете, протест дальше будет нарастать или он пойдет на спад? Массовый, я думаю, пойдет на спад. Вот. То есть, условием нового роста может стать самоорганизация граждан низовая. По тому образцу, какой, например, нам демонстрирует Нижний Новгород. Вот. Потому что с лидерами, которые сейчас мы имеем, со всем Координационным Советом в полном составе, с ним все ясно. Количество уступит вместо качества? Я не берусь сказать, что оно уступит, но оно должно уступить. Вот так скажем. То есть, это необходимые условия нового подъема, скажем так. Я хочу честно выбирать президентов, Дума, чтобы туда проходили те, кого хочет выбрать народ. Так что же вас не устраивает? Был выбор-то много разных? Ну, вот, всякие подтасовки были. И вообще, вели себя они безобразно просто. Вбросы, тем более, что я потом была наблюдателем. И, в общем, все это безобразие, когда и выбора-то, в общем-то, нет никакого. То есть, все конкуренты ликвидируются еще на подходе. И, в общем, все, что творится у нас с выборами, с судами и вообще со всей системой, которая сейчас с коррупцией. В общем, так жить нельзя. Вот этот год, как мне представляется, и вот эта череда митингов, которые многие считают, в общем, бесполезными, какими-то такими, в общем, ни к чему не приведшими. Мне кажется, это неправильно в корне, потому что к людям вернулось чувство собственного достоинства. Люди почувствовали, что, во-первых, они не одни. Это очень важно. И все предыдущие годы политические активисты выходили на марши несогласных, выходили 31-го и видели вокруг себя там несколько тысяч человек максимум. А когда мы увидели, что нас много, у нас десятки тысяч и сот-то тысяч, это совсем другая история. Представить себе два года назад, что люди вышли, было невозможно. Год назад люди вышли первый раз, и, я думаю, выйдут еще далеко не последние. Зачем они выйдут? Они выйдут потому, что хотят жить в свободной стране. Просто люди хотят жить, как люди в свободной стране. Это самое простое человеческое желание. И это самое важное человеческое желание. Мы можем говорить о выборах, конституция, демократии. А ведь суть-то дела в простом. Это все инструменты для того, чтобы люди жили просто по-человечески, жили в нормальной человеческой стране. Насколько изменилась Россия за последний год? Сильно изменилась. Другая страна. Миллионы свободных людей, которые готовы бороться за свои права. Трусливая власть, которая закручивает гайки. И расколы внутри жуликов и воров, которые стали друг друга писать донос, сажать в тюрьму. Объединенные протестные движения. Абсолютно другая страна. А что ожидать в следующем году? Отметим Новый год. Сначала отметим Марс Свободы. Приходите. Потом проведем Новый год. Потом продолжим нашу борьбу. Протест сродни гневу. Он уходит внутрь общества. И когда прорвется, мало не покажется никому. Потому и вибрируют менты. Потому и трепещет Кремль. Выискивая новые ходы для локализации вселенского бунта. Как говорил Чацкий у Александра Сергеевича Грибоедова, где оскорбленному есть сердце уголок, карету мне карету. Эти люди не захотели садиться в карету и уезжать из России. Как бы их не настраивали путинские тролли. Они хотят жить здесь. И не хотят уезжать. Пусть уезжают те, кто награбил. Хотя лучше бы сели. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Политвестник ТВ. Вам нравится то, что происходит в России? Ну, если честно, тут нет. А почему? Мы строим демократическое общество, да? Ну, по-моему, это не демократия. А что это? Я вам уже сказал, тоталитаризм. А что нужно сделать, чтобы его не было? Нужна революция без оружия. Как это сделать? Знаете, есть книга Джона Уэлша. Называется «199 способов для того, чтобы изменить власть». И какой способ вы лично выбираете? Гражданские неповиновения. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...